Мир точно большой чемодан. Наш проводник на греческую свадьбу болгарин, читающий русскую Катюшу. С ума может сойти. Ощущение, что попасть на греческую свадьбу нам помогает весь остров. Идем уверенно и, кажется, в правильном направлении. А вот и молодожены. Харис и Микелия. Не самый подходящий момент, конечно. Но деваться некуда. На ломаном английском говорим, что подготовили подарок в честь их свадьбы. Песню на греческом языке. Харису идея понравилась. Нам дадут слово. Но только после блока традиционной греческой музыки. Ну так не проблема. Будем ждать. Вообще, греческая свадьба – это настоящий бренд. И даже те, кто не ходит в кино, слышали про то, что она здесь. Какая-то особенная. Ну, предлагаю пробежаться по составляющим греческой свадьбы. В чемодане еще есть место. Итак, фотосессия. Ничем не отличается. Греческая свадьба априори большая. А то, на которую мы попали, просто прибольшая. Полторы тысячи гостей. Интересно, сколько среди приглашенных таких же проходимцев, в смысле, странников, как мы. А вот еще детали. Тамады, как видите, нет. Все развивается само по себе. Кто жует, кто танцует. А подарки все подарили еще две недели назад. Традиция. Но самое интересное – отсутствие криков «Горько». Вместо него греки стучат по блюдцам. Все, что ли? Вот такое непродолжительное греческое «Горько». Понятно. Едем дальше. Так, самое время напомнить о себе. Брат жениха говорит чуть позже. Сначала танцы. Ну, значит, скоро. Кстати, о танце. Мы по незнанию ожидали популярных мотивов сиртахи. Но не тут-то было. Здесь накрытие точно знает, что это никакой не народный танец. На настоящей греческой свадьбе все танцы начинаются с сиртаса. Это когда близкие родственники встают в круг, обнимаются и делают несложные медленные движения. Когда брат жениха сказал нам, что наша песня будет после танцев, мы подумали, ну, полчаса, ну, часу, ну, полтора. Народ танцует уже два часа без остановки. И чем дальше, тем быстрее. Этот танец называется «Педихтос». Сначала я подумал, что во время исполнения «Педихтоса» мужчины изображают орлов или скакунов, но затем не объяснили. Оказывается, именно эти танцы подчеркивают молодость и силу воинов. Вот такой танц-бросок. Нет, ну, правда, неподготовленный человек такого не сможет выкинуть. Пошел третий час нашего пребывания на греческой свадьбе. А наш выход никто не объявляет. Попробуем протоптать дорожку к сцене через дядю-женька. Не, рано. 4 часа утра. Действительно рано. Что это я? Что, теперь нам сказали, что мы можем исполнить песню только когда-нибудь. Мы от этого монокрального коллектива «Поут-пауза». Здесь у нас есть два варианта, вот я. Дождаться, когда они наконец уже остановлюсь, хотя и происходит что-то в полчаса. Прошел еще час. Вот, смотри-ка, наш выход объявили. Может, не надо, а? Я уже и слов-то не помню. Может, домой и спать? «Поут-пауза» Но данное время мы для нас ведем criança. Что-то в тетрадию исключительно в песенке. Поле был один лишь ноль Это ты имя с невпочкой одной. Вот когда нож оба крятились Я не могу на тябской Fir двувker Я не могу на тябmachen Меня, на nail, не老итя Конечно Liebe Наша проблема 없이 Я не пожале freshmen Я не могу на тябвой Вполне дело Я не могу на тябвой Я думал, этот свадебный, вокально-инструментальный марафон никогда не закончится, но нам, друзья, все-таки удалось исполнить песню для жениха и невесты и заработать, между прочим, 22 евро. Этого точно хватит на шашлык из каракатицы. И это, друзья, награда. Если не за песню, то хотя бы за ожидание. Это был остров Крит. Встретимся в следующем большом чемодане, потому что акустическое путешествие продолжается. Айдар, выключай. Академия